Всем здоров! Наконец вышла долгожданная многими Atomic Heart, которую я сейчас прохожу с огромным удовольствием, чего и вам желаю. Но в любой бочке мёда всегда найдётся ложка дёгтя, и в моём случае это вопрос производительности. Моя далеко уже не новая RX 580 в некоторых моментах работает прямо на пределе, скрипя выдавая 30-35 фпс, когда в такой динамичной игре мне хотелось бы ну как минимум 45. Короче, не будем тянуть близняшек за бупсы, вот мои оптимизированные настройки. Разница в картинке минимальная, повышение фпс максимальное. Но теперь поподробнее шо и как я крутил. Сразу скажу, в пресетах настройку Atomic Heart какой-то бардак. Названия у нас вроде стандартные по мере возрастания качества, низкие, средние, затем высокие, потом идёт ультра, а самая высокая называется макс. Но где-то ультра нету, и за высокими сразу идёт макс, где-то наоборот, а ещё пресеты зачастую вообще не отличаются между собой по качеству. А в одной настройке предмаксимальный пресет оказывается даже лучше, чем максимальный. В общем, давайте быстренько разберёмся в этом зоопарке настроек. Тени. Одна из самых жрущих в игре настроек, её первой и режем. Максимальный пресет выше по чёткости, чем ультра, и лучше по дальности прорисовки. Однако разница в качестве, на мой взгляд, весьма невзрачна. Зато ультра позволяет получить на 8% больше фпс, чем максимальный пресет. Между ультра и высокой настройкой разница ну прям вообще на уровне какой-то погрешности. Дальность на высоком даже почему-то чуть выше, но главное, разницы в фпс нет. Однако уже средний пресет имеет заметно меньшую дальность и худшую фильтрацию каскадов, чем высокие ультра пресеты, позволяя выиграть дополнительные 10% фпс. Низкий пресет уже значительно хуже по дальности и чёткости, чем даже средний, а разница с ним в производительности всего 1 фпс. Казалось бы, можно ставить среднюю настройку и радоваться жизни, но при пресете теней ниже высокого отключаются отлично сделанные реалистичные тени на основе полей расстояний. Также в игре активно применяются тени в пространстве экрана для мелких объектов, но они сохраняются на любом пресете, от максимального до низкого. Поэтому ставим ультра или высокий пресет и радуемся прибавке фпс. Настройка под названием «Рассеянное затенение» в играх обычно регулирует качество Screen Space Ambient Occlusion, но в Atomic Heart она отвечает за так называемый Large Scale Ambient Occlusion, то есть за затенение больших площадей пространств, например, внутри помещений. Между максимальным и высоким пресетом разницы ни в качестве, ни в фпс нету никакой. Между средним и низким пресетами тоже нулевая разница как в качестве, так и в производительности, но оба они заметно хуже, чем высокий пресет по качеству, хотя и на 10% быстрее. Но на мой взгляд качество падает сильнее, чем мы выиграем фпс, поэтому отыграемся на других настройках. Ставим затенение на высокий пресет и не паримся. Параметр постобработка комбинированный и отвечает как минимум за две графических технологии, тот самый Screen Space Ambient Occlusion и отражение в пространстве экрана, SSR. Поэтому выбирая оптимальную настройку, следим за качеством сразу двух этих графических аспектов. У Ambient Occlusion на пресете максимальный, виднеется пикселизация в виде некоторого паттерна, который местами может сильно резать глаза. Но поставив пресет на ультра, мы, избавляясь от пикселизации и нисколько не теряя в качестве затенения, ведь не уменьшается ни радиус воздействия, ни интенсивность тени, повышаем фпс сразу на 8,3%. Если поставить высокий пресет, то фпс не меняется, но качество становится значительно хуже. В целом между высоким, средним и низким пресетами незначительное отличие по качеству, а фпс одинаковый. Поэтому ставим ультра, избавляясь от пикселизации и сохраняя высокое качество затенения. С отражениями все еще проще. Максимальный пресет честно рендерит отражение в более высоком разрешении и выглядит четче, чем ультра. Однако ультра пресет хуже совсем на чуть-чуть, а вот выигрыш в фпс будет около 7%. Ультра и высокая настройка имеют одинаковое разрешение отражений, но, как помним, пресет ниже ультра значительно ухудшает качество Ambient Occlusion. Поэтому постобработку точно ставим на ультра, сохраняя высокое качество отражений и затенения одновременно. Но если вам интересно, что там с пресетами пониже, то уже на среднем пресете уменьшается количество поверхностей с отражениями, а на низком пресете их становится еще меньше, а сами отражения хуже передают цвет объекта. Дальше – качество растительности. Тут все очень интересно и не совсем очевидно. Растительность на максимальном пресете имеет слегка выше плотность и разнообразие, чем ультра настройка. При этом дальность прорисовки одинаковая или очень близкая. При этом ультра пресет на почти 8% быстрее, чем максимальный. Ну и дальше по убыванию. Ультра пресет – выше плотность, разнообразие и дальность лодов деревьев, чем на высоком. Разница по фпс около 5%. Высокий пресет – выше плотность, разнообразие и дальность лодов деревьев, чем средний. И разница по фпс уже внезапно 16%. Ну а низкий, хуже по всем статьям и вообще ужасен. Хотя и дает выигрыш дополнительных 10% фпс над средним пресетом. Из всего этого набора более-менее неплохо по качеству и приемлемо по прибавке фпс смотрится высокий пресет. Однако, есть в игре такая настройка под названием «Материалы», которая непосредственно на качество материалов сюрприз-сюрприз никак не влияет. Зато внезапно регулирует дальность прорисовки травы. Изначально, не понимая в чем ее соль, ведь текстура, что на низком, что на максимальном не отличается по качеству, я поставил этот самый низкий пресет и радовался халявной 8% прибавке фпс. Но вот оказывается, что чем ниже пресет настройки материалов, тем ниже дальность прорисовки травы. Если поставить максимальный пресет растительности, но низкий пресет материалов, мы получаем высокое разнообразие и плотность травы, но дистанцию прорисовки на расстоянии блин вытянутых рук. Если же поставить наоборот, низкий пресет растительности и максимальный материалов, то мы получаем реденькую траву, но зато более-менее равномерно распределенную по площади. При этом отчетливо заметно, что настройка качества растительности снижает FPS заметно сильнее, чем материалов. Поэтому необходимо как-то подобрать значение этих двух связанных настроек, чтобы и выглядело нормально, и FPS был хороший. Короче, без лишних слов, это сочетание материалов на среднем пресете и растительности на высоком. Это даст дополнительную 20% прибавку FPS. При этом плотность травы остается плотной, а дальность дальней. Настройка количества объектов неожиданно отвечает за то, что вы от нее ожидаете. Разница между максимальным и низким пресетами заключается в полном отсутствии мелких предметов вблизи и на расстоянии у последнего, и разницей в 2 FPS. Однако, если посмотреть влияние этой настройки на дальние расстояния, то ничего не меняется, и разница между максимальным и низким пресетом очень незначительная. Но низкий пресет, как помним, убирает дополнительную геометрию вблизи. Поэтому ставим ультра или высокие пресеты, которые не отличаются ни по качеству, ни производительности. Зато прибавляет около 5% FPS перед максимальным пресетом. Вывод. Ставим ультра пресет. Затем настройка качества геометрии. Между максимальным и низким пресетом нету никакой разницы FPS. Зато есть разница в качестве. Не в пользу последнего. Как мы видим по детализации солнечных панелей вдали. Вывод. Смело ставим максимальный пресет. Настройка визуальной эффекты, по-видимому, отвечает за эффекты частиц, огня, дыма и всего такого. На примере с пламенем на максимальном пресете заметна слегка более высокая плотность огня и частиц, а разница по FPS с низким пресетом всего около 2%. Возможно в сценах с большим количеством эффектов во время поединков разница будет выше, но я рекомендую оставить максимальный пресет. Настройка анимации. Нету ни разницы по качестве, нету разницы и по FPS. Оставляем максимальный пресет. Настройка сглаживания. Хотите ослепнуть, выключайте. В противном случае ставьте темпоральное сглаживание на высокий пресет. Он ничем по качеству и FPS не отличается от низкого, в чем легко можно убедиться в плавности и четкости тонких линий и краев объектов. Дополнительно, если у вас видеокарта RTX серии 2000 и выше, врубайте DLSS и кайфуйте. Если у вас AMD, то найдите в настройках FSR, возьмите фломастер и закрасьте этот участок монитора, ибо в Atomic Heart FSR первой версии, причем крайне хреново сделанный. Включать очень не рекомендую. В итоге, после всех оптимизаций, которые я описал, мы получаем прибавку в примерно 36% при минимальной потере качества картинки. Вот прям минимальной. В целом, настройки игры не прям чтобы очень подробные и гибкие, но все же оставляют место для маневра по повышению производительности. Графика Atomic Heart в целом тоже, кстати, весьма неплохая. Ну и на этом все. Если видео вам понравилось и вы хотите чаще видеть подобный контент, в описании будет ссылка на мой Бусти, где я выкладываю более простые, но не менее интересные ролики почти каждую неделю. Огромное спасибо каждому графоману с Бусти, который поддерживает выход новых видео на канале. Также спасибо ВК-пабликам Believerville, Кавайный Пекар, PC Nation и Графон за поддержку выходящих роликов. Ценю это, братцы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok